всем привет сегодня у нас пиво такой вот который видите на экране называется джу пиллер до джу пиллер юпиллер как хотите можете называть хоть юпитер да ну называется но на самом деле жу пиле значит его жу пиле у нас импортное пиво сразу гору пиво дорогое то есть банка стоит 90 рублей то есть 90 рублей банка пиво стоит пиво нас по сути она как бы как сказать она бельгийская тире германская то есть ну по сути сваренного в германии то есть импортирована из германии сваренного в германии изготовлено тоже в германии короче пиво по сути германская но изначально вот этот самый бренд и вся эта рецептура название вот это жу пиле это все принадлежит бельгийцам то есть это бельгийские по сути пиво просто но сварено в германии вот ну да ладно короче бельгийский сорт пива скажем так вот сварен который в германии и так значит 90 рублей стоит ли он этих денег и так далее сейчас посмотрим короче вот джубеле бельгий шпилс написано 5 2 градуса здесь здесь такая вот наклеечка импортер такой-то такой-то вот тут у нас еще кружок такой кружок такой вот он там хмель какой-то нарисованный какая-то надпись тут хрен поймешь ну тут уже отсвечивает нифига не видно ладно тут слева что-то там по моему по-английски справа то ли по-немецки то ли да по-моему по-немецки справа слева по-английски надпись какая-то и короче тут читаем бельгийское светлое пиво низового брожения от джубеле вот низового брожения не знаю что именно дает это самое низовое брожение но наверняка что-то интересное хорошо постоянное качество и неизменный вкус 1966 года любимый бельгийцами сорт тут еще написано алкоголя 52 напоминаю экстрактивность 16 состав вода питьевая сол пива ячменный кукуруза хмель интересный нормальный такой состав хорошо и собственно вот изготовитель брауэр что-то там вот такой такой-то адрес индекс bremen германия вот короче 90 рублей банка пиво джубеле или джу пиллер юпитер как хотите называется да вот такой вот такая банка с быком тут еще быть нарисован кстати забыл сказать красно-белое хорошее это пиво или нехорошее 90 рублей банка я могу так сказать пиво охренительное вообще просто блять прямо советую точно его вообще обалденное просто пиво своих денег соответственно но блять стоит как бы вот ну по крайней мере опять таки мне понравилось я же не знаю там понравится ли она всем там и так далее или нет да там но мне понравилось вообще то есть и пиво качественное пиво вообще просто бомбезные блять я не знаю как сказать 52 градуса да вот если взять некоторые виды пиво ну допустим там я не знаю не помню как у меня на обзоре да ну допустим взять все светлое пиво которыми есть на обзоре в принципе там 5 городов там пять с половиной четыре с половиной там плюс минус да вот такой светлый именно крок кроме там крепких а если вот все взять я думаю это на одной из лучших видов пиво которые у меня были вообще сейчас ну по крайней мере на сегодняшний день есть на обзоре то есть по качеству в целом по вкусу по интересности и так далее ну конечно я не говорю что там промываю прям уже охренеете вообще от вкуса но тем не менее его блять видно сразу что она просто качественный хороший пиво прям достойная реально то есть 90 рублей банка ну может быть чуть ток завышена цена да там не знаю был стоил бы рублей 75 80 хотя муж край до 90 может чуток как-то завышен но тем не менее хорошо как бы не знаю если деньги можно взять как бы вот скажем так но тем не менее ценам я думаю капельку все-таки завышена вот 90 рублей за банку дороговато еще сбору и 75 и так далее в общем мне пока что из всех видов светлого легкого вот именно легкого пива которыми на обзоры самый лучший вариант это крушовица российская даже который сварен на россии по блин как это называется короче говоря по лицензии чешской компании да вот который сварен куршовица она тоже офигительная российской даже а стоит он дешевле этого юбилера вот и значит собственно вот это вот юбилер или жупеле как мы уже выяснили тоже охренеть вот эти два варианта самый лучший пока и светлого пива по качеству в целом вкус интересный мягкий то есть приятные я не знаю хмельной вкус такой есть прямо довольно душистенький такой в меру легкой горчиночки есть как обычно не сказать что она пустое то есть есть хмельной вкус собственно хмеля составит среднее нормальное такое количество в принципе не слишком много и не слишком мало нормально так вот противных привкусов никаких нет вода как обычно немцы всегда блять как делают да любое пиво которые у них не возьми германское всегда у них там мягенькая умягченная вода который я приятно пьется то есть вот ну короче не значит искать вкус просто послевкусие приятного светлого качественного пива хорошего то есть вот как то так ну конечно я еще раз говорю я не говорю что вы охренеть вообще тут от вкуса да просто это хорошее качественное пиво который в принципе если деньги есть почему бы не пить такое блять чем пить какую-то херню допустим меня вот про вот про чего говорю ну 90 опять таки может еще раз говорю может не стоит ну короче говоря если вдруг часто бывают периодически акции в разных магазинах на различные виды пива и на российские на импортные а периодически это все вижу а если вдруг по акции еще она попадется будет вообще нормально то есть можно будет брать или же например где-нибудь в оптовых местах где можно оптом взять например да сразу там допустим ящик там или сколько да вообще будет круто то есть если по дешевке такой взять оптом например вполне можно вот еще такой момент тут есть у этого пива что как бы чувствуется пить начинаешь чувствуется немножечко так то есть с алкоголя немножко пенять начинаешь и немножко вот хмельное состояние появляется но собственно это не удивительно как бы да для почти для любого пива как будто вот но тут чувствуется так хмелеешь с него как бы немножко по шарам дает язык с него развязывается то есть болтать сразу охота от него то есть короче говоря я просто и вчера его пил кстати пиво у меня самого нет это банк уже пустая я просто делаю обзор отзывы поставляю вот так его вчера уже выпил пиво вообще балдежно было я вчера и попил и поговорил там и по телефону то есть про мне что-то болтать от него пробило прям вообще так нормально короче говоря если брать в компанию то например на шашлычки куда-нибудь поехать до попить светлого пива под закуску какой-нибудь под шашлыки еще раз говорю куда-нибудь на дачу там вот прям взять ящик такого пива посидеть прям будет вообще супер то есть могу посоветовать ну разве что может допустим если человек привык какие-нибудь самые вообще дорогие пиво виды пиво пить да прям вот там конкретно купленный в другой стране там который стоит хрен знает сколько да ну в переводе на рубль там 200 рублей за банку например там или еще дороже то там я не знаю да но вот если не особо скажем так чрезмерно завышены требования то охренительно подойдет вот для таких случаев для посиделок там на шашлычки еще чем там светлого пива попить там или просто пообщаться посидеть с таким пивом вообще будет круто то есть потому что у меня она пьется ничего там не напрягает ничего нету противности какой-то там и так далее пьется вообще максимально легко под любую закуску пойдет хоть под рыбу хоть под сухарики хоть по чипсы там хоть просто поболтать попить короче вообще все нормально пиво лично я это советую но я конечно не говорю еще раз напоминаю там с каких-то звезд с неба что называется ожидать может быть и не стоит конечно да но плит пиво просто качественные хорошие светлые вот все до 90 рублей может чуток завышена цена но вот рублей 75 бы она максимально ну как не максимально твердо бы тянул на 75 рублей точно за банку вообще вполне вот короче лично это пиво советую мне ну понравилось все это был обзор на пиво жупеле или жупиллер хорошо все пока пока